добрый день друзья очень много вопросов на тему стоит ли работать с иностранным брокером как работать как открывать счета и вообще насколько это проблемная штука давайте немножко об этом поговорим и так иностранный брокер ну вообще мы знаем с вами ну как достаточно небольшое количество брокеров все знают интерактив брокер кто-то знает саксабанк кто-то слышал об экзанте и в общем то все в действительности иностранных брокеров достаточно много почему можно и стоит и законно ли это вот об этом мы с вами поговорим если мы работаем на российском рынке то по большому счету взаимодействовать с этим рынком через иностранного брокера просто глупо на российском брокере всегда будут комиссии ниже на российском брокере всегда будут условия лучше поэтому первое правило если нашего валюта баланса это рубль и мы планируем работать только исключительно с российскими инструментами работаем через российского брокера какого не важно того который вам комфортнее чем отличаются между собой крупные качественные российские брокеры ну наверное только интерфейсом у кого-то более дружественны для вас у кого-то менее причем какой-то интерфейс может оказаться комфортным для одного и совершенно не комфортным для другого поэтому я вам советую если вы решили работать на российских инструментах в рублях просто посмотрите программное обеспечение и предложения которые идут там от открытия там от бкс от финама и прочих брокеров и сравните и выберите то которое для вас наиболее комфортно тем более что надежность этих брокеров примерно ну одинаковая плюс-минус и самое главное вы должны понимать если вы находитесь в активах то для вас надежность брокера вопрос 2 потому что ваши деньги ваши средства они непосредственно в депозитарии на ваше имя по крайней мере уж активы точно что касается денег вы знаете вы будете смеяться но законодательство в россии особенно по брокерам такое что держать деньги на брокере оказывается более безопасно чем держать деньги даже на панк банковском счету почему ну вот так вот просто ну нужно понимать регуляцию в каком случае все-таки имеет смысл работать через иностранного брокера к примеру вы хотите работать на иностранных площадках и российские брокера не предоставляют вам все возможности не дают весь инструментарий который вы хотите задействовать вариант 2 если на питерской бирже например тех бумаг которые вас интересуют но просто нету питерская биржа к сожалению но она еще молодая количество инструментов не так велико третье если по каким-то критериям вы не проходите как квалифицированный инвестор вот вы не квал обидно но медицинский факт вы знаете вот самое смешное что вы можете открыть счет на иностранном брокере и вот этих вопросов не будут задавать почему это очень интересный момент на американской бирже квал и не квал отличаются только одним квалифицированным инвестором можно покупать например акции на закрытых подписках и акции не открытых акционерных обществ а не квалифицированным запрещено все остальное можно любые биржи любые площадки все что угодно пожалуйста у нас же по моему принцип чем мы больше запретим тем лучше и в итоге наш не квалифицированный инвестор может открыть счет на иностранном брокере и пользоваться всеми благами собственно говоря цивилизации теперь далее законно это или незаконно это абсолютно законное мероприятие просто мы должны сегодня отчитываться согласно российскому законодательству катастрофы в этом никакой нету ну раз году просто идем налоговый показываем вот у нас счет во первых мы декларируем этот счет налоговый когда мы его открываем а во вторых мы говорим что ребят вот мы перевели туда допустим там 50 тысяч долларов на сегодняшний момент там 55 тысяч долларов все другое дело что налоговая с нас берет налог по сути два раза что имеется ввиду с одной стороны она берет налог от прибыли нашей с другой стороны от переоценки валютной и с этим к сожалению ничего не можем сделать почему а потому что как только мы входим в валюту для нашей налоговой это уже некая позиция наш налоговый рассуждает просто для цели налогообложения рубль базовая валюта допустим вы купили активы в долларах окей значит вы купили доллар значит по сути вы уже вложились если доллар вырос и даже в долларах ничего не заработали извольте заплатить от разницы 13 процентов например было 60 стало 70 окей от этих там как говорится 10 процентов извольте заплатить теперь дальше а как собственно говоря работать с иностранным брокером и с каким иностранным брокером работать друзья брокеров очень много другое дело что не каждый из них во первых готов работать с россиянами второй момент не каждый брокер иностранный готов работать с небольшими суммами если у вас есть в распоряжении 5 10 и 20 миллионов долларов поверьте любой иностранный брокер вам расскажут как он счастлив принять вас в ряды своих клиентов и сделает все для этого если у вас относительно небольшая сумма 20 30 40 тысяч долларов и далее здесь гораздо все сложнее я работаю с целым рядом брокеров это и сакса банк это интерактив брокер это свиск вот это экзанта и в общем то в целом я доволен их сервисом и разницы они в нюансах в например комиссионных второй момент очень важный не не надо забывать что ряд брокеров с вас будет брать налог на дивиденды 10 процентов как например интерактив брокер а ряд будет брать все 30 процентов вот надо разобраться что у брокера специальное программное обеспечение стоит и он удовлетворяет специальным требованиям вот тут очень важно когда вы открываете счет у иностранного брокера разберитесь в этом что налог на дивиденды по американским скажем так бумагам будет составлять именно 10 процентов в остальном в нюансы например интерактив брокер с ним очень интересно у него первых самые маленькие комиссионные сакса банк предоставляет возможности работать скажем великолепно работать с cfd и так вы решили открыть счет у иностранного брокера что для этого нужно сделать ну прежде всего обратиться к этому брокеру и заполнить необходимые формы как и в россии так и за границей нужно пройти так называемые процедуры киева си новая кастами в принципе ничего сложного в этой процедуре нет и обязательно самое важное здесь предоставить законность происхождения своих средств опять же ничего криминального ничего сложного ничего такого чтобы вас сильно напрягала нету то есть справки ндфл 2 ндфл 3 справки о продаже какого-то имущества то есть покажите что вот источник например я продал квартиру и вот у меня деньги от продажи квартиру вот я заработал деньги на бирже пожалуйста вот отчет таскать перед налоговой то есть в данном случае как ни странно требования достаточно либеральной и понятны и поэтому когда говорят что это большая проблема открыть счет у иностранного брокера это не совсем так теперь очень важный момент многие мне задают вопрос евгений борисов вот что будет если изменится взаимоотношение россии со всем миром если нам влепят какие-то санкции не могут ли нам заморозить деньги на основании чего-то у иностранного брокера друзья ну первое невы сайны вы никогда не говори никогда то есть нашей жизни сегодня возможен любой бред но понимаете все эти санкции носят вполне конкретный характер это либо санкции против государства либо против отдельных институтов либо против государственных чиновников и так далее если вы простое физическое лицо и его бизнесмена либо там неважно кто главный не являетесь пепом то есть политик или экспо с песом потому что им вряд ли открывают счета иностранные брокеры то по большому счету вас день ваши деньги никого не волнуют и я еще не видел случая чтобы вот был наложен арест или какие-то там санкции на счета физических лиц почему да потому что на западе правовое общество если кто-то посмеет арестовать счета физического лица который не связан ни с политикой и с какими-то непонятными вещами то собственно с чего зачем можно доиграться моментально до судов и до штрафных санкций никому это не нужно поэтому здесь я не вижу этот риск какой-то определяющий и так вы открыли счет прошли все процедуры теперь вам нужно завести деньги господа процедура невероятно простая деньги должны быть в той или иной форме на вашем счету на российском банке вы приходите в российский банк и говорите прошу перевести мои деньги на мой счет например сакса банки и вы знаете финмониторинг никогда не задают вопрос здесь почему что как единственное что бывает но бывает банк начинает ой вы знаете у нас тоже есть интересные сервисы а мы готовы вам предложить но имейте это ввиду банк стоит на страже своих интересов если какая-то мышь хочет проскочить мимо так сказать кошки которые стережут соответственно свои годья то конечно это безобразие но это нормально это уже конкурентная борьба а так финмониторинг никогда не имеет ничего против потому что это законная операция единственное что нужно это предоставить банку договор с брокером договор открытия счета то есть приходите в банк говорить вот пожалуйста договор открытия счета прошу перевести вот эту сумму на мой счет у брокера никаких вопросов дальше обратите внимание очень важный момент вы переводите деньги в той валюте в которой вас открыт счет у брокера допустим если вы переводите доллары то вас у брокера должен быть обязательно долларовый счет и долларовые реквизиты очень частые ошибки люди например открывают счета в евро но переводит на это счета доллары могут быть проблемы из-за этого следите за этим моментом он мелочь но очень важно бывает мультивалютные счета и есть такая штука называется ибан вот когда вам дает ибан там уже все и зашитый ваш номер счета и банка абсолютно все получите полностью реквизиты но все-таки проверьте что вы открыли счет например в долларах у иностранного брокера и делаете долларовый перевод или счет в евро делайте евровый перевод старайтесь здесь не ошибаться это важно а дальше вы начинаете работать вы заходите в программное обеспечение видите полностью интерфейс этого брокера ну и дальше покупаете или продаете ценные бумаги здесь ничего умного или сложного нету вы выбираете того брокера где программное обеспечение интерфейс комфортны для вас комиссии да они разные например если вы работаете с акса банком и используете cfd то по определению комиссии несколько более высокие чем вы работаете например в интерактив брокер с акциями но это надо понимать здесь ничего такого страшного нет потому что cfd скажем это инструменты с плечом это инструменты которые вам продает непосредственно брокер то есть это его инструменты понятно что там комиссионы немножко другие но опять же ничего драматичного теперь самый важный момент вы поработали вы сколько-то заработали не дай бог сколько-то потеряли окей ваша задача взаимодействия тадам с нашей налоговой когда вы открываете счет у иностранного брокера вот тут же ему сообщаете ваш налоговый номер и всю информацию о себе в рамках налогового обмена все равно рано или поздно эта информация попадет нашу родную налоговую поэтому во избежание неприятностей не пытайтесь скрыть не пытайтесь играть на гражданстве например некоторые люди получают израильское гражданство и в израиле идентификационный номер человека тюдадзиуд он же является его налоговым номером очень частая ошибка люди открывают на свой израильский паспорт дают свой израильский налоговый номер и думают что дело сделано то есть в россии никто никогда ничего не узнает нет проблема вот чем в рамках налогового обмена вы что-то заработали что дальше а дальше друзья процедура очень простая брокер посылают информацию вас куда правильно в израильскую налоговую израильская налоговая смотрит а является ли этот пингвин по-настоящему нашим пингвином и выясняет что пингвин он вроде как наш только он не является налоговым резидентом израиля тогда израильская налоговая получив информацию от иностранного брокера а точнее от иностранной налоговой потому что вначале идет от банка брокера потом в налоговую потом идет обмен информация между налоговыми и так израиль говорит ребята сей пингвин не мой пингвин он плавает в моих водах совершенно случайно эта информация возвращается в налоговую той страны того банка где вы собственно держите счет из налоговой поступает в банк все это медленно но верно работает и так в банк или к брокеров которого открыли счет поступает информацию что вася пупкин который открыл счет он на химичил он сообщил что он является налоговым резидентом израиля а он таковым не является что после этого дела будет делать банк правильно он вам заморозит деньги и она вам надо сегодня господа вот система построена достаточно умно и это не только заслуг господин мишустина это в принципе всемирный процесс здесь ничего уже не сделаешь и нам придется действительно честно сообщать какие варианты решения этой проблемы не хотите воплотить ну окей тогда смените налоговое резидентство например будьте реально налоговым резидентом израиля тогда придет о вас информация в израиле с вас возьмут там налоги потому что вы резидент израиля нет вопросов никто не заморозит активы потому что израильская налоговая в курсе вы ее пациент ее пингвин есть третий вариант есть страны с более комфортной налоговой системой станьте налоговым резидентом этой страны и какие проблемы тогда сообщите при открытии счета что вы налоговый резидент например там румынии или болгарии там налоги более щадящие далее очень важный момент понимаете это в россии брокер является вашим налоговым агентом и по большому счету когда вот вы получаете дивиденды или там прибыли он сам с вас возьмет их за границей иностранный брокер не является вашим налоговым агентом вы должны это четко помните знать поэтому как отче наш зная что информация все равно придет налоговую службу вы должны явиться и сказать ребята заработали столько-то вот пожалуйста вот моя декларация и ничего с этим не поделаешь таким образом господа подводя итоги да россиянин может иметь счет на иностранном брокере никакой проблемы нету да россиянин без проблем может перевести деньги на этот счет никакой проблемы в этом нету да россиянин может спокойно покупать продавать ценные бумаги возвращать деньги и прибыли на свой счет в россию нет никакой проблемы единственное что мы к сожалению ну так уж получилось вынуждены платить налоги сделать с этим практически ничего нельзя, если только мы не начнем глобальные какие-то работы по смене полу расы национальности, я смеюсь, а именно своего налогового резидентства. С этим придется поработать, если кому-то это нужно. Но и геморрой, извините, достаточно большой. Вы, надеюсь, понимаете, что такое сменить налоговое резидентство? Это, к примеру, не быть 183 дня в России. То есть иметь в какой-то стране другой налоговое резидентство, а в России не жить столько дней, сколько требуется. Поэтому проще все-таки платить налоги, тем более, что если у нас налоги на бизнес достаточно высокие, то налоги на частным образом заработанные капиталы, на прирост этих капиталов 13%, скоро будет 15%, в общем-то они небольшие. Выгоднее все-таки их заплатить, ну и спать спокойно. А что касается валютной переоценки, ну извините, такова солева.